Во-первых, хочу поблагодарить за возможность выступить в вашей студии. И по поводу этому могу сказать, что историю не строят забывать. Никогда. Потому что будем делать те же самые ошибки. Вот по поводу уголовного дела 2010 год. Оно было сфальсифицировано Департаментом по торговле людьми для отчетности. Оно было лично на контроле у генерального прокурора Пшонки. На нем пиарился Кучер, начальник департамента, Могилев, министр внутренних дел, Фаренник, заместитель министра и начальник главного следственного управления. Во время этого уголовного дела заявление написали о преступлении люди, которые якобы продали свои органы. Но почему-то следствие их признало потерпевшими. Хотя по законам Украины это преступники. Их нужно привлечь к уголовной ответственности. Но было перевернуто все так, чтобы обвинить докторов в черной трансплантации. Кстати, я единственный в Украине черный трансплантолог. Я больше не встречал черных трансплантологов. Для того, чтобы как-то вынудить, ну не имея, у следствия не было ни одного факта, подтверждающего вот эти, ихние заявления. Для этого, с этой целью были арестованы врачи. И мы практически два года провели в Киевском следственном изоляторе. Это было, оказывалось давление, чтобы мы подписали явку с повинной. Признали свою вину, хотя мы такого не совершали ничего противозаконного. То есть, те эпизоды, которые по институту Шалимова, это были две родственных пары, которые предоставили документы, подтверждающие родство. Более того, доноры писали заявление, рассматривали эти заявления биотической комиссией. В этом заявлении доноры указывали, что они делают это безвозмездно, безвозмездно. Без всякого давления на них и в здравом уме. Вдруг, через какое-то время, все эти доноры одновременно попадают в милицию и пишут заявление с разных концов Украины. То есть, много стечений обстоятельств, которые противоречат друг другу. По поводу операций за рубежом. Я действительно оперировал в Азербайджанской университетской клинике. У меня был трудовой контракт с Азербайджанским международным университетом. Это все официально было. То есть, здесь тоже никаких претензий. И правоохранительные органы Азербайджана абсолютно не видят в моих действиях никаких криминальных действий. По поводу мифов. У нас любят вешать ярлыки. И средства массовой информации любят муссировать тему черной трансплантации, торговли органами. Ну, я единственный, я еще раз повторяю, я единственный в Украине. Эту тему любят поднимать при политических разборках между собой. Потому что вот когда началось АТО, ну, один из моментов воздействовать друг на друга политиков, это пустили информацию, что якобы Тимошенко с Власенко продают органы из зоны АТО в Германию. Все, сразу же положили сайты там этих людей. То есть, это чисто механизм для какого-либо воздействия. Это политический рычаг. Не более того. О доверии к врачам и депутатам. Ну, как к врачам нету доверия, так и к депутатам нет доверия. Ну, мы слышали сейчас депутатов. Они гладко стелят. Да, действительно. Они обещают, что все будет хорошо, они сделают, они сделают, но в результате ничего не делается. В результате они говорят, что нет денег. Но тут же же рассказывают, что огромные суммы денег выводятся, вывозятся за рубеж. И оплачивается здравоохранение, ну, поднимается здравоохранение соседних государств. То есть, в начале передачи была информационная справка. 43 миллиона долларов Украиной потрачено на операции за рубежом. Вот вам деньги, которые нужны для того, чтобы организовать все это в Украине. Стоимость операции и трансплантации почки в Белоруссии на сегодняшний день самая дешевая из всех, то, что проводится за рубежом. На вот эти 65 тысяч долларов, то, что платят пациенты за рубежом в Белоруссии, можно прооперировать 10 украинцев здесь, на месте. Давайте посчитаем, сколько прооперировано там, умножим на 10 и получим то, что это. Более того, Владислав, давайте пока...